Сегодня у нас особый день, сегодня день, когда мы совершаем причастие в Глебопреломлении. И я хочу несколько слов перед этим сказать. В послании к римлянам мы читаем такие слова. В послании к римлянам написал апостол Павел. Была церковь в Риме. И Павел, который служил там не один день, после этого написал им письмо. И это стало частью Божьего откровения, Божьей Библии. Итак, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Восьмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. К концу собрания многие уже отсюда хотят быстрее уходить. Это иногда видно тоже. Но сейчас все свежие, и внимание ваше здесь, и слава Богу. Есть один самый важный вопрос для любого человека. Сколько бы нам ни было лет, этот вопрос звучит так. «Когда ты предстанешь перед Богом, а ты предстанешь перед Ним, будешь ли ты оправдан или осужден?» «Оправдан» – это означает «объявлен невиновным» и услышишь от Господа слова «Добро пожаловать, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Либо ты будешь осужден на вечный ад. Другого не предусмотрено вообще. Вообще другого нет. Когда человек переступает через грань смерти, он уже переступает в определенном состоянии. Мы здесь, на земле, для себя решаем то, что будет объявлено там в нашей жизни. Вы знаете, у некоторых людей есть заблуждение. Что, представ пред Богом, я смогу как-то перед Ним оправдаться. Я вам скажу так. Это самая большая ложь, в которую можно верить. Сегодня никто из нас, представ даже перед человеческим судом, не сможет оправдаться. Не говоря уже о Божьем суде, который знает всю нашу жизнь, наше сердце, нашу душу, наши мотивы, наши мысли и все наши тайные дела. На этой неделе, в несколько дней назад, в пятницу, мы узнали такую новость, что один из мужчин, который когда-то ходил в наше собрание, отошел в вечный суд. Вопрос, который я себе задал в тот момент, когда я это услышал, умер ли этот человек оправданным или осужденным? Потому что там уже только объявляют тебя. Где он сейчас? Для меня большего вопроса нет. Вы знаете, мне неинтересно было, по какой причине он умер. Мне неинтересно было, что станет с его, там, не знаю, последующими делами, завершенной, незавершенной. Семья скорбит, где дети, это другой вопрос. Но это самый важный вопрос. Это вопрос, который мы себе сегодня должны задать. Посмотрите, что пишет апостол Павел. У человека есть надежда. Пока он живет, у человека есть надежда. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Никто из нас, даже если вы прожили самую лучшую жизнь, никогда никто из нас перед Богом не оправдается. У нас нет на это шансов. По одной простой причине, потому что мы люди несовершенны. Даже когда мы стараемся сделать все правильно в этой жизни, даже когда мы прилагаем максимум усилий, даже когда мы что-то сожалеем и исправляем, это все равно ничего в глазах Божьих. Потому что человек перед Богом делами не оправдывается. Это означает следующее. Мы ничего Богу не можем предложить из своей жизни. За что Бог бы простил нам наши грехи? Ничего. Я являюсь в пастырском служении уже 16-й год. А Илья Исаевич уже почти 25 лет, а в служении вообще больше. И вы знаете, никто из нас ничего Богу предложить не может, потому что ничего не засчитывается. Бог не оправдывает человека за его попытки или какие-то добрые дела. Слово Божие говорит, что Бог оправдывает нас исключительно по вере в Иисуса Христа. Это означает следующее, что когда мы размышляем об Иисусе Христе, размышляем о том, что Иисус Христос пришел умереть за наш грех, то мы признаем себя грешниками. Мы признаем себя недостойными. Мы видим свой грех, и мы не знаем, что с ним сделать. А что можно сделать со своим грехом? В нем можно только раскаяться. Но не просто раскаяться, потому что люди иногда сожалеют о содеях. Я знаю случаи, когда люди расставались в большом конфликте, и потом кто-то из них умирал, а второй рвал на себе волосы, потому что не смог, так сказать, в мире разойтись с человеком. Люди сожалеют о многих вопросах. Но просто раскаяние без веры в Иисуса Христа, это еще ничего не гарантирует. Бог оправдывает тех людей, которые раскаиваются с верой, веря, что Христос не просто там, где-то пострадал на кресте Голгофу и умер, а веря в то, что Христос именно мое место занял. Потому что крест – это мое место страданий и мое место смерти. Крест – это мое воздаяние, а вот Христос занял мое место. И так, оправдавшись верою в Иисуса Христа, который пришел, чтобы взять на себя мой грех. Это должна быть личная вера каждого человека. Вот через это мы можем иметь примирение с Богом. А человеку нужно с Богом примириться. Ничего другое не получается. Бог ничего не принимает. Он принял только жертву Иисуса Христа. И сегодня Господь каждому из нас задает простой вопрос. «Оправдан ли ты? Имеешь ли ты настоящую веру в то, что Иисус Христос, Сын Божий, занял твое место на наказание, умер за твой грех? И ты раскаиваешься, потому что ты веришь, что Христос твой Спаситель Личный? Написано, что через Иисуса Христа верою мы получили доступ к Божьей благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. Что это означает? Благодать – это Божий незаслуженный дар. Это Божий незаслуженный дар прощения. Прощения никто по делам не получает. Прощения Бог дает просто так. Потому что Он любит. Здесь сегодня присутствует, я верю, больше ста человек. И вы знаете, никто не может сказать здесь сидящих, что кого-то из нас Бог любит чуть-чуть больше. Здесь такого нет. Бог всех возлюбил нас, любит и будет любить всегда одинаково. Но Божью благодать получает только тот, кто верой приходит к Господу. Кто верой приходит. Иисус, написано, умер за наши грехи, когда мы были еще грешниками. То есть Бог не ждет, чтобы мы исправились. Знаете, у некоторых есть такое ожидание. Я стану лучше, поэтому я стану ближе к Богу. Оно не работает по нескольким причинам. Никто не знает, насколько надо исправиться. Кто-то из вас знает, насколько надо исправиться? Исправиться надо так, чтобы стать безгрешным. А это невозможно. Никто не знает, как долго надо исправляться. Всю жизнь надо исправляться. Я таких знаю, и они умирают грешниками. И третье. Никто не знает, что конкретно надо делать, чтобы исправиться. Потому что все, что надо сделать, никто из нас это не может сделать. Человек без Бога находится в обреченном состоянии. У него нет шансов. Поэтому мы приходим к Господу с верой. А не на основании того, что мы что-то, чего-то достигли уже. И за это Бог должен нам. Нет. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы достойны были смерти. Когда все наши дела и все, кто мы есть, уже против нас работают. Сегодня у нас причастие и есть возможность заявить о своей вере. Мы поэтому говорим, что не всем нужно участвовать в хлебопривомении. Не всем нужно участвовать в причастии. Бог предусмотрел... Хлебопривомение и причастие. Само слово причастие, а не слово причащение. Это не слово чиститься. Нет. Причащение это не причастие. Там даже одна буква разная. Понимаете, да? Причастие это часть. Я стал частью чего-то. Я стал частью Божьего спасения. Я стал частью Божьего народа. Бог моя часть. Бог моя жизнь. Поэтому, если вы не уверовали в Иисуса Христа и не заявили о своей вере через водное крещение, у нас есть церковь, либо в другой, евангельской церкви, вам участвовать в управлении не надо. Вам нужно покаяться, поверить в Иисуса Христа, признать себя грешником и верой обратиться. Для всех остальных. Еще раз для нас возможность подумать об Иисусе Христе, о Его любви к нам. Если вы никогда не уверовали в Иисуса Христа до этого, если у вас не было никогда такого момента, момента рождения свыше и покаяния, он сегодня может быть. Если вы обратитесь к Богу с верой в Иисуса Христа, будете просить у Бога прощения, Бог простит грехи и сделает вас своим, вы станете новым человеком. И если у вас уже был этот момент, если вы покаялись, то, друзья, для вас ободрение. Живите благодатью. Не надо пытаться Бога удивить своими делами. Бог все равно их не принимает. Как плату за что-то. Дела это следствие нашей веры. Дела это следствие того, что мы уже уверовали, и что мы, если что-то делаем, то это ответ на Божью любовь, а не плату за наше падение. Это разные вещи вообще. Поэтому спасаемся мы благодатью и живем благодатью тоже как? Тоже Божья благодатью. Не делами, а благодатью. Дела должны быть следствием нашего доверия Богу.